Блистать и побеждать! С таким настроением участницы конкурса красоты Miss Sunrise выступали в полуфинале, волновались за каждый выход, выбирали лучших из лучших восьмой канал, модельное агентство Astro Models, а также другие организаторы и партнеры мероприятия. Площадка генерального спонсора конкурса «Тигры да кристалл» превратилась в подиум для дефиле, пожалуй, самых красивых девушек Владивостока. Главным поводом для волнения участниц стали, конечно же, вечерние платья. За что вы больше всего волнуетесь? Наверное, за свое платье. Главное, за платье. Да, в чем оно? Неудобное? Да, оно очень длинное, главное не за платье. За проходку в белье и шубах, за дефиле в нижнем белье. Почему мне за это? Ну, потому что это такой волнующий момент и немножко откровенный. А вы нервничаете? Да, конечно. Ну, это помогает. Выход в шубах от салона «Меховая фантазия» стал по-настоящему роскошным. Пикантности в образы красавиц добавила белье от Энджи, ведь кружево и мех – выбор изысканных женщин. Оценить подачу и выходы участниц предстояло независимому жюри. Красота – дело субъективное, поэтому выбирать лучшую приходилось все же по личным предпочтениям. Каждый из нас имеет свои определенные стандарты красоты. Для меня, естественно, это конкурс красоты. Для меня самое главное, что женщина, которая является самой красивой, должна быть пропорциональной. Поэтому я обращал больше внимания на пропорции тела, не на лицо, не на макияж, не на наряды, а именно на пропорции тела нашей участницы. По мнению экспертов, каждая из десяти полуфиналисток эффектна и красива. По-настоящему сиять на сцене девушкам помогли украшения от ювелирных домов «Иста» и «Голд Элит». А благодаря студии «Загара. Солнечный рай» выход в купальниках выглядел действительно так, будто участницы только что вернулись с жаркого курорта. Они достаточно цельные натуры, они подают себя очень хорошо, они держатся хорошо, видно, что они добрые, хорошие девушки. Но, тем не менее, это конкурс и, конечно, должна быть победительница, поэтому пришлось сделать этот сложный выбор. Это пока будет интригой, наверное. А если это так, то что есть красота? Над вопросом прекрасного еще в прошлом веке размышляли поэты. Грация души, улыбка, скромность, манеры – всего этого из зала не разглядеть, но подчеркнуть возможно. И платья от салонов «Мали Брайт» и «Бэби Будуар» справились с этой задачей лучше всех. Секреты подготовки участницы раскрывать не спешили, высока конкуренция. Но помимо причесок и макияжа от Fashion Face, не последнюю роль играло настроение и внутренняя гармония каждой девушки. Главное – это выспаться. Проснулась, встала и поехала. С хорошим настроением. То есть мы с утра уже здесь, нас красят, прически, генеральная репетиция. Главное – это выспалась. Финал прошли восемь участниц. Все они получили подарки и нежные авторские букеты от арты Лампони. Конкурс красоты «Мисс Санрайз» восьмой канал проводит уже не первый год. Можно сказать, традиция. И поддерживают ее партнеры «Суматори», «Теледва», «Ренессанс Актив» и «Центр лазерной косметологии ТИС». Над образами участниц работала большая команда и выбрать лучших было непросто. Их сегодня оценивали по нескольким критериям. Это дефиле, умение держать себя на сцене. И, естественно, красивая подача той или иной одежды. Чтобы удивить, ну, я не знаю, скорее всего, это какая-то внутренняя энергия, энергетика, которая и помогла нашим финалистам. Как признались организаторы, возможно, уже в ближайшем времени они задумаются над конкурсом «Мистер Санрайз». Тогда жюри придется выбирать эталон мужской красоты. А пока поболеть за финалисток, «Восьмой канал» приглашают 5 августа, где расскажем чуть позже. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.